В этом видео вы увидите ученые физики в шоке, три вечных двигателя, созданных в Украине. Мы тратим, даже пол ватта нет в итоге, то что мы тратим на кручение вот этого ветрогенератора. Но естественно, если вот эта система восстанавливает ту энергию, которая была потрачена на раскрутку этого вала, значит мы имеем бесплатное кручение. Да елки-палки, какая разница, если мы потратили пол ватта и пол ватта вернулась обратно, мы ничего не потеряли, но у нас крутится вал. Всем привет друзья, с вами Рафаэль Анриэл и сегодня вы увидите три вечных двигателя, созданных в Украине. А если быть точным, то это три прототипа вечных двигателей. Возможно вы уже о них слышали и сегодня об этом как раз таки и пойдет речь. Где на реальных примерах вы увидите, что у нас идет избыточная энергия из этих трех генераторов. Ну что друзья, вы не забывайте ставить лайк и распространять это видео, и чтобы как можно больше людей узнало правду, которую скрывают от народа. И причем уже достаточно давно. Потихонечку, потихонечку люди во всем мире проводят эксперименты. И некоторые рано или поздно натыкаются на свободную энергию. Это когда входная энергия меньше, чем выходная. То есть выходная энергия гораздо больше. И следовательно, это похоже на то, что я показывал в прошлом видео, как насос, который работает без электричества. Всем привет друзья, с вами Рафаэль Анриэл. И в этом видео вы увидите бесплатную энергию. Водяная помпа, которая качает воду бесплатно и не использует электричество. А также вы узнаете секрет вечного двигателя, который использует воду. Самые секретные разработки, которые мне удалось добыть. Ну а сейчас приступаем к просмотру видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. Все ссылки будут, как всегда, в описании. Поехали. У меня на столе сейчас, как видите, вот три хороших, интересных проекта. Постараюсь вкратце рассказать, что это за проекты. И потом пойдем снимать видео по каждому отдельности. Ну, сегодня это не получится, но в следующем видео мы рассмотрим детально каждый проект. Вот этот проект, ребят, это ГАП-генератор. Вот видите. Здесь он работает по принципу. Значит, магниты расположены одноименным полюсом вовнутрь. Есть катушка. Происходит перемагничивание полюсов катушки. Сначала подается, к примеру, на вот... Покажу сюда, на этом. К примеру. Подается постоянное напряжение, к примеру, вот на этот вот проводочек подается плюс. Потом подается минус. Плюс, минус, плюс, минус. Таким образом происходит перемагничивание катушки. И магнитное поле начинает бегать. То есть, по сути, мы делаем то же самое, что если бы мы двигали магнит. Мы заставляем магнитное поле двигаться в разные стороны. Вот посмотрите, вот здесь вот сейчас краткое видео. В нем четко видно, как это работает. Здесь, естественно, вот этот магнит сейчас подключен вот сюда. Вот. Для того, чтобы проработать вариант движения. Понимаете? То есть, у нас получается магнит заходит. Видите? Заходит. Здесь три катушки намотаны. Одна, вторая, третья. Одна рабочая, которая принимает импульсы, две, которые для снятия. Заходит сюда. Видите? Вот сюда заходит магнит. Когда он выходит, магнитное поле переселяется на другую сторону. То есть, видите? Этот магнит заходит. И таким образом происходит движение. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Они двигаются. И магнитное поле бегает. Это с движением. Вот эта же катушка, она будет без движения. То есть, магниты будут расположены северным полюсом наружу с обеих сторон. Таким образом, мы сможем увидеть, как это работает. Но в этом проекте, хочу сразу отметить, что требуются довольно-таки, скажем, высокие амперы. Потому что для того, чтобы получить эффективный результат, нужно нагружать эти катушки. Я пробовал, ребят, аккумуляторы заряжаются на ура. Реально. Прибавка есть, но ее нужно искать, нужно проверять, нужно тестировать. Я вот приложу вам видео, скажем, ссылочки на сайт Туркера, вы посмотрите. Там есть довольно-таки много описаний, информации. И мы это детально потом дальше будем рассматривать. Потому что я это уже прошел, попробовал, и мы будем это видеть. Теперь переходим к проекту номер два. Проект номер два у меня Бедини. Да, знаменитый Бедини, нечего сказать. Но он слегка доработанный. Ребят, почему он доработанный? Потому что вот это вот стандартная схемка Бедини. Это то, что, по сути, показывает нам YouTube. И сам же Бедини показывает во всех своих роликах. Но во многих роликах он, скажем, не во многих роликах, он случайно показывал или просто рассказывал, что есть еще дополнительная энергия, которую можно рекуперировать в этой системе. И я эту систему создал. И рекуперация здесь действительно налицо. Более того, скажу, вот я сделал эту волшебную коробочку. Видите, вот она волшебная. Имеет резистор переменный. И там всякие разные детальки внутри. Эта волшебная коробочка, естественно, стоит миллион долларов. Но мы ее откроем с вами в следующем видео. Схематично рассмотрим и обусолим. Потому что, реально, ребят, вот сколько я смотрю, но никто не использует систему, которую сам же Бедини говорил. Вы понимаете? Просто нужно было внимательно поставить задачу и обрабатывать ее, и получить результат. Какой результат у меня получается? Вот, к примеру, вот у меня ротор. У него вес 4 килограмма. Имеет 10 магнитов, расположенных на валу. Полюсом севером наружу. Катушка обыкновенная. Это не скрученное поведение. Это просто двумя проводами смотал 1,2,1,2,9 провод рабочий и триггерная 5,0,56. Где-то 450 витков. Значит, здесь у меня баночки юнистров, расположенных. 5 юнистров соединены последовательно 2,7 вольта, 500 фарад. Здесь то же самое. Здесь то же самое. И здесь то же самое. По сути, у меня получается 4. 4 аккумулятора их раздельно. Почему я сделал юнистры? Да потому что, скажем, разговаривая с ребятами, которые много провели опыт, они сказали, что на аккумуляторах определить и заметить прибавку нереально. Да, действительно, я пробовал на аккумуляторах. Что-то видно, но не видно. Понимаете? Потому что аккумуляторы имеют свой потенциал и так далее. Очень сложно на них определить, где же прибавку. На юнистры значительно проще. Что-то я ему сюда закачал, то он тебе и отдаст. Понимаете? То есть, если я сюда закачиваю 16 вольт, вот, примеру, здесь, видите, 16 вольт на вот этом бочонке, то у меня и получается 16 вольт здесь. Я их могу отдать на этот ряд бочонков, на этот и на эту. Правильно? Ну, вот возьмем к примеру. Я сейчас этих 16 вольт соединю параллельно вот с этими. Что произойдет? 16 вольт поделится напополам, да? То есть, 8 и 8. Но у меня в этой схеме, в этой схеме, не получается 8 и 8. У меня получается суммарное напряжение в этой схеме 20 вольт. То есть, сейчас у меня 16, в итоге у меня получится 20. Понимаете? Ну, там около 20. Откуда берется дополнительная энергия в этих юнистрах? Ну, давайте перейдем сейчас к следующему проекту, к третьему. Я вам просто покажу. А потом начнем включать один за другим, просто посмотреть. Потому что время идет. А в следующих видео мы разберем детально каждый проект по раздельности. Хорошо? Ну, вот смотрите. Вот этот проект у меня к примеру. Генератор, который мною, по сути, изобретен и доработан. Что он из себя представляет, этот генератор? Этот генератор питается очень маленьким количеством энергии. Ну, совсем ничтожным. То есть, я беру либо от сети, либо от блока питания, либо же от аккумуляторов. Беру где-то 20-50 миллиампер, 12 вольт, там, 13 вольт, да. То есть, это совсем ничего. Это нету полвата. Правильно? Я это беру. А что же я взамен получаю? Я получаю заряд на, например, вот эти литий-ионные аккумуляторы. Здесь у меня 10 аккумуляторов с суммарной мощностью, где-то 13. 13 где-то вольт, там, 15 вольт, да. То есть, как это все устроено? Я в моих видео, ребят, вот наверху посмотрите. Есть ссылочка на те видео, которые я уже делал в том году. Ну, я показывал, что если мы подаем, к примеру, вот эта катушка, мы проводим сверху магнит. Она вырабатывает энергию. Ну, естественно, притягивается за счет силы ленз. Если я поставлю сюда, сверху, скажем, металлический брусочек, да, либо же там феррит. Сверху у него поставлю магнит. А снизу поставлю еще один магнит, видите? Противоположный полюс. И когда этот магнит будет пролетать сверху, противоположный полюс, вырабатывается энергию. Но все равно при заходе на эту катушку и выходе есть сопротивление, которое не избежать. Это тяжело. Тогда что я что-то придумал? Я придумал две вещи. Первое. Поставить такую же катушку сверху, с таким же магнитом, который внизу. То есть мы создаем поле верхней катушки и поле нижней катушки. Я это тоже показывал в видео. Но посередине будет пробегать металлический брусочек. Или там, скажем, ламелька, брусочек, либо же, скажем, обыкновенный металл, который будет замыкать вот это поле. Если он будет замыкать, то будет вырабатываться энергия, правильно? Правильно. В этом случае, когда мы ставим точно такую же катушку, с точно таким же магнитом сверху, и создаем небольшое пространство между этими двумя катушками, а посередине, точно посередине будет пробегать ламелька металлическая, она не будет притягиваться, понимаете? То есть происходит эффект антиленц, и это действительно работает. Но тут я чуть-чуть изощрился. Я поставил, для того, чтобы замкнуть вот это поле, я поставил еще одну катушку сверху. Вот посмотрите, вот она, видите? Эта катушка вот, намотана тоже на сердечнике P-образном, стоит вот таким вот образом. И что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге маленьким импульсом, который я подаю на эту катушку, мы замыкаем это же поле, понимаете? И что же происходит? И мы имеем энергию. Да энергию не простую, а золотую, радиантную. Она вылетает с такой скоростью и столько много, что действительно у меня горят вот эти релешки. Горит релешка, горит ардуино. То есть мы это посмотрим дальше. Вот я для того, чтобы использовать вот эти релешки для размыкания, именно для того, чтобы создавать импульс на эти две катушки, я приобрел вот четыре таких, вот, четыре таких интересных, вот видите, реле, которыми буду размыкать точно так же за место вот этого реле. Потому что вот это реле, ребята, оно просто слетает, ретромагнитное реле, помимо того, что оно щелкает и надоедает, оно просто вылетает. Потому что здесь напряжение, видите, пишет 250, 250 вольт. А на самом деле тут напряжение приближается, там, до 1000 вольт. И, соответственно, когда не успеваешь, как бы, ну, прорегулировать напряжение, то оно просто сгорает, это реле вылетает. Ну, давайте попробуем включить, что ли, да, и посмотреть, что из этого получится. Вот у нас три проекта. Ну, ГАМ-генератор пока подключать не буду, потому что тут требуется подключение таких же реле, которые вы посмотрите на том видео, инициально, в котором я кусочек изложил. Увидите, как работает. Но попробуем включить бедение. Давайте, потому что я подключил пока щупа сонографа, подключил вот через этот проводочек. Вот, видите, вот это у меня подключена, вот эта катушка. Вот здесь у меня, видите, вот включены, катушка включена в волшебной коробочке. Это неоночка, переменный резистор. Вот здесь через щуп я подключил амперметр. Вот он. И, естественно, вот этот блок юнистеров разряжается, вот этот заряжается. Значит, суммарно мы имеем 16,4 вольта. Вот, видите, вот смотрите, вот он подключен. Сейчас мы подключим его, вот. Мы имеем на первом ряду бочонков 16, 26 вольт. Ну, естественно, там, копейки мы имеем на вот, вот этом ряду. Вот. 0,15 вольта. Видите, да? Сейчас. Так, чтобы никто не говорил, ребят, вот этот проводочек, вот он, видите, вот этот синий проводочек, это для того, чтобы я минус вывел на осциллограф. Потому что места мало, а проводочек, чтобы не фонил, я его вывел отдельно, видите? А вот этот осциллограф. Видите, вот он через вот этот проводочек, вот он идет к осциллографу. То есть, для того, чтобы мы могли видеть, какая у нас получается осциллограмма. Ну, ребят, давайте попробуем. Попробуем толкнуть и увидеть, что из этого получится. Вот я запустил в едини. Видите, работает. Пошли импульсы. Смотрите, у нас потребление. 20 мА, видите? Смотрите, как растет напряжение. Видите, 16,54, 16,55. Вы запомнили, да, что у нас было 16,4 вольта? Итого. Вот мы начали расти в напряжении, да? Ну, давайте посмотрим осциллограмму, что она покажет. Вот они, импульсы. Сейчас он разгонится, и вот этих вот пробелов не будет, оно заполнится все. Смотрите, 16,7, видите, растет. Система работает. Вот они, видите, смотрите. Вот, это же набирает обороты. И вот они, импульсы. Ну, давайте вот так сейчас поставим. Зафиксируем, и пройдемся, чтобы посмотреть импульсы. Видите, какие там острые импульсы вниз. То, что говорил, по сути, беднее. Вот, смотрите, напряжение. 16,17 вольт. То есть, мы начали с 16,4, а теперь у нас уже в итоге 17 вольт. Вот она работает, система. Еще раз повторяюсь, вал, ротор весит 4 килограмма. Почему я сделал и нагружал? Я нагружал до 10 килограмм. Болтами ставил, то есть, ну, создавал массу вот этого валу. Не просто так. Я маленький кусочек видео сейчас поставлю. Там, сами увидите, значит, ребята ставят такие тяжелые маховики и толкают их от катушечки. Понимаете? Катушка толкает этот маховик большой, он набирает фенетической энергии и идет зарядка, скажем, ну, через навалу стоит генератор. Здесь у меня плюс-минус аналогичная система, которую я собираюсь сделать. Потому что вот этот вот диск, ну, вот эти диски, да, то есть, один диск, он будет для ветрогенератора, для ротора ветрогенератора, который будет в диаметре метр двадцать. На нем по кругу вот так же будут расположены магниты. Ну, и так же будут расположены вот эти катушки. Их будет, там, я не знаю, посмотрим, штук десять этих катушек будут по кругу. Для чего это нужно? А для того, что, ребят, потому что ветрогенератор любой, он, он очень приведлив к ветру. Если даже маленькие порывы ветра, они сильные, они все равно не страгивают вал. А вал нужно страгивать. И ветрогенератор стоит в основном. У нас небольшие ветра, пять, семь метров, восемь метров в секунду, да, и этого ветра будет недостаточно для того, чтобы вырабатывать достаточно, ну, много энергии. Но что можно сделать? Можно сдать возможность вот этому валу крутиться на постоянной основе. Потому что вот эти катушки, они тратят энергию, да. Вот смотрите, сколько сейчас затрагивают, ну, сколько тратится? 0,3, 0,5, да, 0,3 ампера, то есть это 30 миллиампер. Мы тратим вот из этого, вот из этого ряда бочонков, сколько же в нем сейчас энергии? Давайте посмотрим. Вот, я подключаю щуп. У нас, видите, 15,9 вольта. То есть я, по сути, ну, к примеру, там 16 вольта, то есть мы тратим, даже пол ватта нету в итоге, то, что мы тратим на кручение вот этого ветрогенератора. Ну, естественно, если вот эта система восстанавливает ту энергию, которая была потрачена на раскрутку этого вала, значит, мы имеем бесплатное кручение. Да елки-палки, какая разница, если мы потратили пол ватта, и пол ватта вернулась обратно, мы ничего не потеряли, но у нас крутится вал, ротор, ветрогенератор. И поэтому легкий порыв ветра, дуяние ветра заставляет этот генератор крутиться веселее, быстрее, что производит эту энергию. То есть мы таким образом сможем рекуперировать самые маленькие потоки ветра. Ребят, это очень важный момент, поверьте. Я вот увидел, попробовал и убедился, что это вполне реально, потому что, как видим, вот смотрите, сейчас у нас уже, смотрите, 17,8 вольт. То есть мы начали с 16,4, а теперь у нас с 17,9 практически. То есть мы уже заработали один с лишним вольт. Откуда берется вот эта энергия? Вот, вот он стоит, у меня генератор объединит. Производится механическая работа. Эта же работа производится, правильно, правильно. Но она получается бесплатной, плюс к этому мы имеем еще определенные вольты, которые собираются сейчас вот в этом ряду бочонков. Понимаете? Поэтому здесь я вижу довольно-таки серьезную систему для работы вот такой установки по ветрогенератору. Видим, да? Ну, ребят, что дальше могу сказать? Вот система работает. Мы в следующем видео рассмотрим более детально и посмотрим переключение одних бочонков, других бочонков. То есть мы эту энергию будем передавать дальше, дальше, дальше на умножение и посмотрим, что из этого получится. Так? Ну и вот здесь у нас сейчас вот эта система. Я сейчас переключу щупы осциллографа на эту систему и мы включим и посмотрим, как здесь происходит заряд. Секундочку. Так, ребят, вот я подключил щуп. Но пока подключал, просто покажу вам здесь вот. У нас напряжение выросло, потихонечку растет. Видим, да? Уже мы 2 вольта заработали. Было 16,4, теперь у нас уже 18,6. Генератор работает. Видим. Ну, давайте перейдем вот к этому интересному моменту. Так, сейчас я поставлю сюда, чтобы было видно. У нас был виден счетчик. Так, включаем систему. Вот. Смотрите. Вот так, даже передающие наборки. Вот, давайте выставим, к примеру, 12 вольт, да? Вот, 12,5 вольта. Смотрите. Значит, потребление у нас самого, как бы, блока питания 6,5 вольта. Видим, да? Вот система. И теперь я ее включаю. Вот смотрите, я включаю Аргуину. Сейчас, секундочку. Вот. Заработала система. Смотрите, у нас 4 миллиампера. Да, видите? Так, я переключал, секундочку. Сейчас я исправлю быстренько. Это на вольте стоит. Сейчас. Вот я переключил на... Ведик, переключил на миллиампер. Ну-ка, 200 вольт поставить. Вот. И включаем заново. Вот. Пошло. Вот смотрите. Видите? 30, 40, 50 миллиампер потребление. А вот смотрите, что произошло. Было 6,5 вольта. Вот у нас. Вот питание. А вот посмотрите, как идет зарядка. Было 1,36 или там сколько там было, да, вначале? Смотрите, видите, идет зарядка. Вот включены. Смотрим на... Вот, включено. Видите, амперметр? Стрелка вообще не швейдится. Как я сказал, я в следующем эксперименте поставлю... Поставлю этот... Ой... Поставлю стрелочный амперметр до 1 ампера. Чтобы можно было видеть уже реально. Потому что здесь пляшет. Ну, посмотрите, ребят, что здесь происходит. Видите? У нас падает напряжение. То есть было 6,5, а падает, потому что это 6,2. Я объясню, почему. Потому что идет возврат энергии. Вот эта импульсная энергия, которая уходит обратно. Вот посмотрите, что у меня происходит на Савагране. Вот, смотрите. Смотрите, да? Смотрите, заряд. Уже 1,46. А вот посмотрите сюда. 6,3, потому что было 6,1. Пляш. Потому что, еще раз повторяю, вот эта... Вот эта система, она работает еще и в обратную сторону. Поэтому и не отображается. Видите, 6,1. Ватта, 6,3. То есть вот эта вся система сейчас... Вот она заряжает. Вот посмотрите, видите, заряжается аккумулятор. То есть я не думаю, что 1,1 ватта, 1,1 ватта может заряжать 12-ти вольтовые литий-ионовые аккумуляторы. Ну, не может никак она его заряжать. Но вот так и она заряжает, видите? Вот смотрим импульсы. То есть система, система полностью рабочая. Видим, да? Она работает. Ну, пока она там щелкает, давайте перейдем сюда на объединение, посмотрим. Посмотрите объединение. 19,17 вольт. То есть мы уже, ребят, по сути, уже заработали 3 вольта. То есть система работает, барабан крутится, выполняет механическую работу, вентилятор создает сопротивление. Но мы имеем возврат энергии. В итоге у нас уже 19,2 вольта. Ну, по сути, как вы сами понимаете, то есть мы, если мы тратим энергию на механическое движение, мы должны, по сути, аккумулятор разряжать. А у нас, получается, заряжается система. Вот видите, вот посмотрите сами. 40 миллиампер, 30 миллиампер. То есть вот потребление всей системы. Ерунда. Копейки. Сущие пустяки. Как я сказал в следующем видео, то есть мы вот эту систему рассмотрим уже более детально. Я подготовлю схемку красиво нарисованную. Мы раскроем миллионную долларовую коробочку, которая вот эта. Вот она. Эта коробочка стоит миллион долларов. Почему? Потому что это бестопливный генератор, поскольку. То есть энергию, которую мы затратили, мы вернули обратно, плюс выполняли работу. Ну, пока я рано радоваться, я вам покажу, как это будет работать. То есть мы с этого энергию взяли, перекинули на это. Суммарно у нас получилось 3-4 вольта, 5 вольт больше. Потом мы берем, заряжаем вот этот ряд аккумуляторов. Еще 5 вольт больше. Уже будет 25. Потом еще 5, и мы получаем 30 вольт в конечном итоге. То есть, по сути, мы начали, к примеру, там с 16 вольт, в итоге получили 30. Откуда берутся 10 или там 12 или 13 вольт в этой системе? В конечном итоге разница потенциалов у нас является 10 вольт, там, 12 вольт заработка. Так что, ребят, ну, как вам сказать, вот система работает. Вот она, на лицо ее вы сами видите. Я не утаиваю ничего, не прячу. Стараюсь, наоборот, показать, рассказать. Мы это все рассмотрим. Надеюсь, что те, кто смотрят и не подписались, подпишутся на мой канал. Буду очень рад этому, так как у меня очень много накопилось за этот период. К сожалению, я отсутствовал по состоянию здоровья. Но у меня была возможность проанализировать, смотреть YouTube, смотреть новости и так далее. И на основании этого я двигаюсь дальше. Ребят, вот здесь смотрим, что происходит. Смотрите, тут тоже идет зарядка. Мы же видим, потребление у нас ноль. Смотрим здесь. Здесь стрелочка даже не шевелит. Здесь у нас 30-50 милиампер. Вот у нас. Смотрим, видите? Магнитик. Сейчас я не могу передать, конечно, движение. Как только я приподнимаю, есть такой, как у трансформатора, знаете, движение. Т-ти-ти-ти-ти-ти-ти двигается. То есть, каждым импульсом срабатывает от этого закрытие магнитного поля. И вот это у нас получилась такая вот остеолограмма. Хочу отметить, что если я поднимаю, вот здесь напряжение, оно никаким образом не влияет на потребление. То есть, ну да, оно пропорционально, к примеру, увеличивается, Потому что мы все равно тех 30-40 миллиампер мы тратим, понимаете? Но в итоге, когда мы поднимаем здесь напряжение, у нас идет очень быстро заряд. Но вырастает непропорционально, а очень быстро вырастает вот этот вольтаж. И горит вот эти рывы, понимаете? Поэтому я пробовал ставить конденсаторы на размыкание. То есть именно вот в этой связке пробовал ставить конденсаторы дополнительно для того, чтобы гасить немножко вот эти импульсы. Кстати, вот смотрим, вот у нас напряжение, видите, 6,5, 6,6 вольт, ватт. Видим, да, потребление? Так вот, я говорю, я пробовал ставить сюда конденсаторы, но конденсаторы каким-то образом гасят вот эту радиантную энергию. Работает хуже чуть-чуть система, но импульсы становятся уже меньше. Пробовал, я подключаю вот такие вот, как я сказал, твердотельные реле. Шума нету, гамма нету, они работают превосходно. Попробую поставить одну перегорелую, вот завтра на днях куплю еще одну и таким образом поставлю все четыре. Потому что, ребята, тут размыкание должно быть непосредственно всей цепи. То есть, когда импульс подается, снятие импульса обратного должно происходить при полном размыкании сети. Поэтому и нужно, в принципе, Ардуино для того, чтобы контролировать весь поток энергии, чтобы оно не замыкало между собой. Ну, смотрим, 6,6, 6,5 ватта. Вот у нас миллиамперы, которые потребляют. А вот это еще интересный момент, я вам покажу сейчас. Смотрите магнитное поле. Смотрите, юг. Смотрите, и здесь юг, и отбавы. Смотрите, юг, юг. По сути, у нас должно быть север-юг, а у нас получается магнитное поле. Пойдет. Видите, какая ситуация интересная, да? Вот, смотрите, ровно посерединке. Как я сказал, здесь очень интересная эта система. Вот еще разочек потребления. Мы рассмотрим это детально в следующем видео. Пока быстренько покажу, что у нас дальше работает введение. Видите, 19,6. Три ровно вольта с копейками мы уже заработали на этой системе. Если хотите, ну, это уже потом будем. Я могу просто сейчас последовательно соединить, параллельно соединить еще один бочонок. С этого бочонка перейдет энергия в этот бочонок. Потом отключаем, этот будет снова заряжаться. Потом снова туда перейдем. То есть, и таким образом мы, я вот, не удавалось только на трех бочонках насобирать там 10 вольт дополнительных. То есть, я начал с 16 дошел до 26. Вы понимаете? То есть, откуда? Откуда 10 вольт из 16 лишних? Ну, не должно быть так, понимаете? Должно быть, по сути. Если я этот соединю с этим, последний параллельно, то половина отсюда идет туда половина, правильно? Правильно. И я это уже доказывал, пробовал ее неоднократно. То есть, брал эти 16 или 20, перекидывал сюда, ровно на половину делится. То есть, ну, никак никуда от этого не деться. А в этой системе у меня получается, я 16 отсюда взял, а в итоге у меня получилось 20. Вот, смотрите, заряжается. Что у нас здесь? Пока это кликало, мы накликали чуть больше, там, выйти, уже 1,93, там, 0,6 вольта. Накликали здесь, в этой системе. Потребление также остается нулевым. Вот у нас 6,2-6,4 ватта вообще даже падает. Видите, 20-25 миллиампер. Ну, вот эта система, ребят, все работает. Нужно просто дорабатывать, досматривать до конца и идти вперед. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем подписчикам благодарю за внимание. В следующих видео будет еще интереснее, потому что помимо вот этой системы у нас будет работа над катушками. Вот у меня есть два вала, интересных тоже собранных уже. Видите, я подготовил. Катушечки я готовлю. Как только их намотают, тоже будет готово к работе. И мы проверим некоторые теории, которые, честно говоря, работают. Ну, все, ребят, спасибо большое еще раз за внимание. Всем доброго дня или доброго вечера.